Спасибо, Раф. Я слышал, что это грех называть грех грехом, и это грех, что говорить злое начало. Как же тогда называть то зло, которое раскрывается в человеке? Как его обзывать? Это зло, которое создал Творец для того, чтобы мы познали его и смогли исправить в нашем изменении по отношению к нему. И у меня нет никакой ответственности за это зло, это всё на Творце. Пока мы не раскроем доброго и творящего добро в Творце, и мы благодарим его за то, что он создал мир именно в такой форме, когда мы не можем разделить, отделить добро от зла, различить между ними и находимся в них вместе, иначе бы мы не могли чувствовать себя как создание, как творение. В чём же особенность работы в Судный день, когда человек видит добро и видит зло? Что мы тут посередине можем сделать? Мы должны быть посередине между добром и злом и почувствовать, что зло, оно создано только для того, чтобы мы познакомились с добром, без того, чтобы было добро, не может такого быть без зла, и наоборот, зло не может быть без добра, добро без зла. И без ощущения этого не было бы ощущения реальности. Человек должен просить, чтобы Творец искоренил зло его, исправил в корне. Да. Да.